Богатеть Бога В одной из программ под названием «Деньги» мы говорили о так называемом Евангелии преуспевания И один из постулатов, одно из основных положений этого учения преуспевания В том, что Бог обеспечивает нас сверхъестественно, если мы понимаем закон сеяния и жатвы И действуем в соответствии с этим законом Учителя преуспевания говорят нам, что сверхъестественное обеспечение Божие приходит в нашу жизнь Когда мы понимаем, что доходы или восполнение наших нужд – это жатва, которую мы пожинаем А для того, чтобы пожать, вначале, говорят они нам, нужно, конечно же, сделать что? Посеять Почему? Потому что есть закон сеяния и жатвы Что посеешь, то и пожнешь Хорошо Дальше нам объясняют, что этот закон работает как в физическом мире, так и в духовном То есть, например, как в сельском хозяйстве, так и в нашей с вами духовной жизни То есть, если нам что-то нужно, говорят нам Сначала, если ты хочешь это получить, тебе нужно это посеять Каким образом? Например, как это работает в физическом мире? В сельском хозяйстве? Пшеница тебе нужна, ты посей семена пшеницы и зайдет у тебя урожай пшеницы Хочешь помидоры? Посади помидоры, получишь помидоры, когда пройдет какое-то время И то же самое в духовном мире, говорят нам, тебе нужны деньги Понятно, окей, что для этого нужно сделать? Нужно посеять деньги А как посеять деньги? А очень просто Нужно пожертвовать их Богу на дела Царства Божьего И тогда Бог взрастит наши семена И мы пожнем финансовый урожай То есть, вот как из зернышка, которое мы сажаем, вырастает колосок Так же из монетки вырастает купюра Говорят нам эти учителя при успевании И на эту тему говорится много проповедей И пишется много книг И выпускается много дисков И, конечно, я бы сказал, что немного странно Что все эти материалы продаются за деньги Они раздаются бесплатно Ведь, по идее, их авторы должны практиковать То, чему они сами учат То есть, если они верят в сене и жатву И если им самим, конечно же, как всем нам нужны деньги То, если они хотят их пожать То они, казалось бы, должны сеять Тем более свое учение Они должны распространять свои материалы Безвозмездно, а не продавать Но это не наша с вами забота, что делают Они со своими материалами Каждый ответит перед Богом сам За себя И кто чем А мы с вами, я предлагаю, давайте займемся просто чтением Писания И размышлением над ним Кстати, описание А как эти учителя обосновывают свое учение о сене и жатве? Если вы почитаете их книги Если вы послушаете, посмотрите их программы То вы заметите сразу, что у них, как правило Наготове масса историй О пожертвованиях, которые дали сверхъестественные результаты Однако Истории нам не интересны Почему? Помните, может быть, когда-то в Соединенных Штатах Америки В последние годы Холодной войны Был президент по фамилии Рейган Рональд Рейган Я помню, что он выучил по-русски такую фразу Которую он говорил со своим американским акцентом До верай, но про верай И к чему я это говорю? Потому что вот эти истории О сверхъестественных финансовых урожаях Которые можно услышать По телевидению Увидеть их и услышать Прочитать в разных книгах При всем уважении к учителям И при всем доверии Мы не можем проверить Во-вторых Даже если окажется, что та или иная история Правдива Она ничего не доказывает Сама по себе И не опровергает Ведь объективно проследить связь Между тем, что, к примеру Вы сделали какое-то пожертвование И вам через некоторое время Вскоре после этого подняли зарплату Объективно проследить эту связь невозможно Если вы думаете, что вы посеяли деньги Дав определенную сумму, например, в общину Или послав ее на какое-то служение И вскоре вы пожали свою жатву В виде повышения зарплаты Установить связь между двумя этими событиями Невозможно Как вы докажете, что Вполне возможно, это и так Вполне возможно, что она есть Я не говорю, что она есть или нет Я этого не знаю Может быть, она есть Но как вы докажете Что если бы вы дали на рубль Или на шекель Меньше в тот раз Когда собиралось то особое пожертвование То вам не подняли бы зарплату Или подняли бы ее не настолько А если эта связь действительно есть То может быть нам всем теперь тогда Узнать, куда вы пожертвовали Сколько вы пожертвовали И мы тоже тогда сделаем то же самое, что и вы Чтобы получить тот же самый результат Поэтому я предлагаю Давайте оставим все эти истории Которые мы читаем Которые мы слышим И вместо истории Мы обратимся с вами К стихам Писания На которые опираются Евангелисты преуспевания Начнем с вопроса О Божьем обеспечении Давайте спросим себя Где в Писании сказано Что Бог будет обеспечивать нас Сверхъестественно Как иногда нам это говорят О, ну это очень просто Мы услышим такой ответ Во всем Писании Есть столько примеров Сверхъестественного обеспечения Начиная с самого Авраама Который сказал Ицхаку По дороге на гору Муря Что Бог усмотрит в себе Агнца Для всесожжения Отсюда пошло его имя Адунай Ир-э Господь увидит Господь усмотрит И он действительно усмотрел В Бытии 22 главе Мы читаем Что Бог послал Аврааму Овна А дальше После этого Счетом нечесть Разных историй Которые мы можем найти В Писании О сверхъестественном обеспечении Это была манна С небес В пустыне Израилю Это была вода Из скалы Во время странствий После исхода Это были чудеса В служении Ильи Елисея Это были чудеса В служении Ешуа Притворение воды В вино Две рыбки И пять хлебов Которыми были накормлены Тысячи людей Причем неоднократно К минимуму два раза Возможно больше Так что Примеров полно Говорят нам Проповедники Преуспевания Вот пожалуйста Писание говорит О сверхъестественном Божьем обеспечении Что на это нам сказать Я хочу на это сказать Три вещи Первое Все это замечательно И все это правда В Писании об этом сказано Это означает Что Бог Вполне способен Обеспечивать нас Посредством чудес В этом не может быть Никаких сомнений И конечно же Бог не изменился С тех пор Как эти чудеса Происходили Поэтому точно Такие же вещи И большие вещи Могут произойти И в наше С вами время Более того Наверняка В каких-то Особенных ситуациях Они происходят Только поймите меня правильно Я говорю сейчас Не о том Что вам не хватало Какой-то суммы денег На что-то И вы помолились И Бог вложил кому-то В сердце Дать вам эти деньги Это можно сказать Что это тоже Что-то сверхъестественное Но я говорю сейчас Не об этом Когда я имею ввиду Сверхъестественное Обеспечение Я имею ввиду Библейского Порядка Чудеса Когда вы Зачерпнули Половником Со дна кастрюли Последние Три ложки Супа И накормили Этим последним Половником Тридцать человек Это первое Второе Покажите мне Хотя бы Одно место Хоть в Танахе Хоть в Новом Завете Где было бы Черным по белому Написано Что Сверхъестественное Обеспечение Это стандартный Божий способ Стандартный Божий способ Обеспечивать Своих детей И поэтому Нам нужно Уповать На чудеса Ничего подобного Я В Писании Не нахожу То что Бог Однажды Снабжал Илью Мясом Через Ворона Совсем Не означает Что он Собирается Каждый день Таким же Образом Кормить Меня Он Самого Илью Кстати Кормил так Не всю его жизнь А только Очень недолгое Время И да Можно сказать Что за Три с половиной Года Своего служения Ешова По крайней мере Дважды Кормил Огромную Массу Людей Несколькими Рыбами И хлебами Почему-то Он не делал Этого Каждый день А вместо Этого Принимал Пожертвования И использовал Полученные Таким образом Деньги На удовлетворение Своих Нужд И нужд Своих Учеников И нужд Своего Служения Мы же С вами Прекрасно Помним Как это Например Было В Самарии Когда Им нужно было Что-то есть И апостолы Пошли Купить Еды Купить Хлеба Когда они Вернулись Ишу Ишу Укорял Ишу За что За их Неверие Что он Мог Сотворить Очередное Чудо Для того Чтобы Накормить Для того Чтобы Удовлетворить Свой Голод Нет Он укорил За то Что они Не видели Жатву У них Не было Сверх Естественного Видения Сверх Естественных Вещей А не за то Что они Совершенно Естественным Образом Пошли Купить Себе Еды То же Самое Мы видим В книге Деяния Апостолов Бог Творил Через Апостолов Потрясающие Чудеса Однако Мы не Видим Ни разу Чтобы Они Молились За Сверх Естественное Обеспечение И учили Этому Людей Жить Таким Образом Уповая На чудо На финансовое Чудо Каждый Божий День Своей Жизни Что мы Действительно Видим В Писании В книге Деяния И это Действительно Сверх Естественный Элемент Это то Что Никто Из имения Своего Не называл Своим Ничего Это написано Во второй главе Когда описывается Жизнь Первой Юрусалимской Общины Никто Ничего Из имения Своего Не называл Своим Такое у них Было мышление Так они Относились К своему Имуществу И Они Также Жили Общиной И благодаря Этому Также там Написано Что не было Между ними Никого Нуждающегося Это действительно Что-то Сверх Естественное Потому Что только Бог Может дать людям Такое отношение К вещам Такое отношение К имуществу Только Бог Может собрать людей В коммуну В общину Где у всех Все общее И в результате Нету Нуждающихся Между ними И Третье И последнее Что есть в Писании Это очень ясные слова О том Что в основном Бог обеспечивает нас Посредством труда Нашего собственного И труда Других людей То есть Совершенно Естественным путем Действительно Тара обещает Что Бог Благословит Тебя Во всяком Деле Рук Твоих Ты что-то будешь Делать своими руками Ты будешь работать И Бог благословит Тебя В делах Твоих Рук В Новом Завете Павел пишет Чтобы мы трудились Работая Своими руками Причем Он сам Будучи апостолом Говорит о себе Что не пользовался Своей привилегией Служителя Которая у него Была Привилегией Жить на пожертвование Но подавал Верующим Пример Того Как нужно Трудиться Самому Самому себя Обеспечивать И никого Не обременять И что он Также пишет Кто не работает Тот пусть и не ест То есть Чтобы есть Надо работать Другими словами Вот чему Учит нас Писание Очень четко Очень ясно Это написано Черным по белому Писание Также говорит Что родители Должны обеспечивать Своих детей Постараться Оставить им Наследство Что взрослые дети Должны заботиться О пожилых родителях Еще однажды Обвинил фарисеев В том Что они отдавали На нужды храма Те деньги Которые Должны были Отдавать Отцу и матери Писание Также ясно Учит Что в народе Божьем должна быть Забота о малоимущих И первая Иерусалимская община Заботилась о вдовах Но давайте Сдадим себе вопрос Каким образом Они заботились О вдовах Они учили Этих вдов Сенью и жатве И сверхъестественным Всходом финансовым После того Как они опустили Деньги в корзину Для пожертвований Они продавали им Книги о финансовых чудесах Нет Они кормили этих вдов Которым нужно было Что-то кушать Апостол Павел Пишет Тимофею Что если у кого-то В семье Есть вдова Он должен содержать Ее Если вдова Совсем одинока И она при этом Действительно верующая То такой женщине Должна заботиться Община И опять-таки Там нет Нету ни слова Ни о каком Сенье и жатве Но Как в таком случае Быть нам Со всеми теми Стихами Писания Которые Цитируют Проповедники Преуспевания Стихами о Сенье и жатве Мы же говорим сейчас О законе Сенье и жатве Они цитируют нам стихи Как нам их понимать Например Что они говорят Они цитируют Из Евангелия от Луки Шестой главы Стих тридцать восьмой Давайте И дастся вам Меру Добрую Утрясенную Нагнетенную И переполненную Отсыплют вам В лона ваша Ибо какую меру Мерите Такой же Отмерится И вам Еще один стих Который часто Приводится Это второе Коринфянам Девятая глава Шестой стих Кто скупо Сеет Тот Скупо И пожнет А кто Сеет Щедро Тот Щедро И пожнет К этим стихам Добавляются Не только истории О финансовых чудесах Но и рассуждения О том Что сам Бог Действует По этому принципу Он посеял Одного сына И пожал То есть Ишуа И пожал Посмотрите Сколько он пожал За всю историю Сыновей и дочерей В том числе Нас с вами Я предлагаю Двигаться Шаг за шагом Давайте сначала Зададим Вопрос А в Царстве Божьем Действительно есть Закон Сеяния и жатвы Или его нет Насколько я понимаю Такой закон Действительно есть И если Называть Его Обычным Нашим языком То это закон Причины И следствия То есть Наше с вами Действие Или наше Бездействие Не проходит Без следа И у действия И у бездействия Есть свои последствия И этот закон Как мы с вами Прекрасно понимаем Действует И в обычной жизни В повседневной Нашей с вами жизни И в духовном мире То есть К примеру Если мы с вами Будем правильно питаться Если мы с вами Будем давать себе Физические нагрузки Что мы с вами пожнем Пожнем с вами Хорошее самочувствие И здоровье Если будем сидеть Слишком долго Возле телевизора И будем есть Все подряд Что мы пожнем Пожнем Лишний вес Плохое самочувствие И точно так же Устроена духовная жизнь В послании к римлянам Шауль пишет Что Бог воздаст Каждому По делам его То есть Будет воздаяние От Бога Можно сказать Жатва По нашим делам Бог воздаст Каждому по делам его Тем которые Постоянством В добром деле Ищут славы Чести И бессмертия Жизнь вечную А тем которые Упорствуют И не покоряются Истине Но предаются Неправде Простите Ярость И гнев Так что Соответственно Как пелось В том старом фильме Ирония судьбы Или с легким паром Помните Там была такая песня Думайте сами Решайте сами Иметь или не иметь Это означает Что у нас с вами Есть свобода выбора И каждый наш выбор Означает Определенные последствия Которые со временем Мы увидим В своей жизни И так же Эти последствия Могут касаться Других людей Обязательно То есть Действительно Закон Сеяния И жатвы Есть Это первое И это Основное Следующий вопрос Коли такой закон Есть А не поставить Ли нам его Действительно На службу Себе И не начать Ли нам Сеять Пощедрее Чтобы пожинать Побольше И вот эта фраза Поставить На службу Себе Как мне кажется Выдаёт Наше Непонимание Природы Царства Божьего Бирской человек Хочет понять Законы этого мира Для чего? Для того Чтобы Поняв их Поставить их На службу Себе То есть Начать действовать В соответствии С ними Чтобы ему Жилось Лучше Рыба Ищет Где глубже А человек Где лучше Всё понятно Однако В царстве Божьем Кому мы Служим Мы служим Не себе А мы Служим Богу Это его Царство И в этом Царстве Он В центре И Он Я подчёркиваю А не я И не моё Благополучие Соответственно В царстве Божьем Законы Прямо Противоположны Что я имею Ввиду В мире Для того Чтобы преуспевать Нужно Приобретать Как можно Больше Отдавать Как можно Меньше Чтобы преуспевать В царстве Нужно Сделать Своим Приоритетом Даяние А не Приобретение В мире Нужно Бороться За свою Жизнь Иногда Прокладывать Себе Путь Вперёд Локтями Нужно Свою Жизнь Оберегать Нужно Свою Жизнь Защищать Отстаивать Свои права Твёрдым Иногда Жёстким В царстве Чтобы иметь Жизнь Нужно Взять Свой крест То есть Посписать Самому себе Смертный Приговор Ишуа Сказал Что Кто Хочет Сберечь Свою Жизнь Тот Потеряет Ее А кто Потеряет Свою Душу Ради Него И Евангелие Тот Обретет Ее То есть Совершенно Другой Взгляд На Вещи Первое Что делает Человек Увервавший Бога Он совершает Твилу То есть Водное Крещение Он Отождествляется С Мессией В его Смерти И становится Тем самым Живой Жертвой Как Говорит Шауль В 12 Главе Своего Письма В Римскую Общину То есть Тот Кто Принял Водное Крещение Больше Не Принадлежит Самому Себе И он Не живет Для Самого Себя Он живет Для Бога И Если я Живу Для Бога То я Посвятил Ему Самого Себя Уже Целиком И Полностью И то же Самое Разумеется Касается Моего Имущества Я посвящаю Ему не 10% Моих Доходов И не 10% И не 20% Моего Имущества Я посвящаю Ему все 100% Вместе Со своей Жизнью И поэтому Те кто Учит нас Давать Из эгоистичных Побуждений Тем самым Разжигая В наших Душах Алчность Они ничего Не поняли Павел Говорит что Если они Думают Будто Благочестие То есть Послушание Богу Служит Для прибытка То у них Поврежденный Ум Лечиться им надо Мозги вправлять Стоп А как же Наши любимые Места Писания Давайте и дастся вам Кто скупо сеет Тот скупо и пожнет Ведь по контексту То есть во втором Коринфянам Девятой главе Там Павел Говорит именно о деньгах Да И сам Ишуа Говорит что Какой мир Мы меряем Такой и нам Отмерят То есть там действительно Говорится о сене И жатве Только другими словами Как же это понять О чем же тогда Говорили и Ишуа И Шауль Какую жатву Они имели Ввиду Об этом в следующей части Нашей программы Оставайтесь с нами Спасибо Спасибо